И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Touch Incorporated, Вескар с вами на связи, и да, всё работает. А вы думали, не сработает? Нет, сработает! Сегодня у нас с вами пятый эпизод, а фокус с перестановкой сохранений сработал, я уже проверил, карта полностью открыта, значит, наше сохранение. Старые, которые, ну, кто был на четвертом эпизоде, тот понял, о чём я говорю. Если не понимаете, пересмотрите, а то тратить время на объяснение того, что было объяснено в четвертом эпизоде, мне кажется, это немножко глупо. В общем, мы с вами продолжаем уже по стандартной линейке нашего прохождения. Вот, кстати, если что... Так, где-то можно посмотреть. Да, вот здесь, вот у нас уже три из четырёх фрагментов собрано, плюс два ключа доступа. В общем, у нас есть практически всё. Мы сейчас в школе паломников с вами находимся. Давайте же почитаем ещё раз. Может, старик расшифровал? Не могу почитать записи, сделанные на непонятном языке, и большую часть слов уже невозможно разобрать. Может, Мэдвинич сумеет их расшифровать? Да, кстати, вот он здесь у нас пришёл, мы с вами его застали. Так, Мэдвинич... Ох, отыскались ещё сведения, но они порождают новые вопросы. И страшно узнать ответ. До Хранителей было ещё одно божество. Творец, чей алтарь мы, наверное, уже... Ты, наверное, уже обнаружила. У него нет своего храма. Весь мир был его храмом. Ну, правильно. У кошек нет лотка, ибо весь мир их лоток. То же самое. Но есть алтарь, который больше любого храма. Странно, не так ли? Об этом написано в тексте времён Великого Разрыва. Из маяка вырвался яркий луч, и передо мною воздвигся монолит, высотой в десять самых высоких башен Урзы. И в тот же мир мирное убежище в землях богов превратилось в небо хаос и ослепящий свет. Прямо в центре монолита. Передо мной предстал алтарь Творца, ибо ничем другим это не могло быть. Что-то разорвалось там, появилась трещина, и меня глушили невыносимые гробовые раскаты. Считалось, что Великий Разрыв — это всего лишь сказка о Карре и о том, как появился народ неба. Теперь я думаю иначе. Карра ходила к хранителям, как и ты, и по преданию ей была дарована Великая Сила, когда она молилась в маяке. Мне кажется, что существо, которое ты видела во сне, ищет эту силу, и почему-то следует за тобой. Прошу, найди последнего хранителя и узнай от него всё, что возможно, а я продолжу поиски здесь. Хорошо. Кстати, я посмотрел в достижениях, нас не хватает совсем немного, то есть мы практически все достижения выполняем. Нам нужно найти статую лисы, но это чисто мелочь. Хотя, вроде, я её и находил, почему-то не засчиталось, может быть. Может быть, надо было к ней подойти вплотную, или найти все статую лисы, потому что я видел несколько статуй. Или одну большую, какой-то лани, как вариант, в которой прилетела. Хотя, кстати, забавно, что она была отмечена, видимо, я её всё-таки видел. Но как-то не обратил на неё внимания. У Медведя, кстати, лисы точно не было. Мы там везде, помню, летали. Значит, скорее всего, где-то она в водной зоне находится. Или какая-то мелкая статуя, может быть. Ещё там парочка достижений, связанная вот с местными персонажами. Вот давайте... Походу, сейчас будем как раз-таки кого-то выискивать. Привет. А что, сидим? Мы сторожим земли богов уже много лет. Я и Джон, как и мои родители до нас. Но я никогда серьёзно не задумывалась о паломничестве. Почему только птицы-оборотни проходят паломничество? Ведь есть оборотни разные, избранные другими животными духами. Это потому, что птицы-оборотни, ну, как наша Оук, могут летать с острова на остров, барышня. Представляете себе летающего медведя? Или летающую рыбу? Нет, летающие рыбы существуют, но я сомневаюсь, что они могут так далеко летать. Тем более, они же, скорее, как планеры управляют потоковыми воздухами над водою. Так что летающая рыба не считается. Змеяец, думаю... Ну, хотя как рогатка, но... Нет, с силы хребта у них не хватит разорвутся. Конечно, существует легенда о каре. Она тоже оборачивалась птицей, но тут дело в чём-то другом. Ты получила светочка каре. Наверняка он был дарован тем, чтобы продлить свет на нечто важное. Но тебе ещё предстоит закончить паломничество, верно? Сейчас посмотрим. Сумеречный приют находится ближе всех к северу-западу отсюда. Ну, да. Так, Джон. Эй, ты не видел Эрин? Я отвернулся всего на пару минутку, и теперь не могу её нигде найти. Это моя вина. Я не знаю, что она обожает приключения, как её отец, но она ещё ребёнок. Это же другое дело. Можешь помочь её найти? Я смотрю лагерь на месте... На месте... Летучая лодка. У вас есть летучие лодки? Так, ладно, вопрос с медведем теперь остаётся открытым. Спаси... Спаси нас, Боги, если она взяла лодку. А ты можешь осмотреть окрестности острова и тоже поискать её. Вот, давайте этим и займёмся. Херин! Херходячий, где ты? Так, об... Так, лодка на месте. А... Кстати, она реально летает. Очень удобный способ перемещения, если что. Ну, если лодка реально летающая, а не так, что это декор. Кто-нибудь видит эту простушку? Я пока вижу только поля. Приятно видеть какой-то мирный уголок мира, где нет никаких проблем. Но лодка здесь, значит, она никуда не делась. Значит, она где-то здесь должна быть. Такой мелкий карапуз. Так, это врата из пищи. А-а-а-а. Вот она. Привет, Оук. Видела такое? Я... О! При прятке нашла Эрин, когда она исчезла. Да, вот как я сапрадности же хотел сказать. Привет, Оук. Видела такое? Я нашла этот камень в экспедициях сама. Я уверен, что это помощь главного злодея Минерала. Я скоро его расскажу. Что за каламбуры пошли? Он пока ничего не сделал. Просто лежал тут. Но я слышала, как Мэдвин сказал, что храмкары разрушили черные камни. Наверняка он виноват в том, что стряслось с расколотой горой. Там, на северо-востоке. Ты знаешь, что там живет Лис Дух? Мы были там с папой. Я ждала снаружи, но потом нашла руины и устроила экспедицию. Видишь, я опытная путешественница. Возьми меня за собой. Сперва я отпрошусь у папы с мамой. Если они согласятся, ты возьмешь меня, правда? Если сможешь обращаться в птичку, пожалуйста. Потому что мне нужно, чтобы ты могла свою задницу спасти в случае, если меня прибьют. А так, извините, но нет. Хотя, кстати, как я и говорил в интервью, у нас, если что, на канале есть мое коротенькое интервью. Правда, с Майнкрафтом связано, но все же. Дайте, кстати, сообщим Джону по поводу всего этого дела. Что мы нашли ее. Ты нашла Эрин? Хвала богам! Все хорошо, если она опять не улезнет. Но я ее догоню и никогда не отпущу. Спасибо, Оук. Ты спасла меня. Я уже начал паниковать. Куда теперь направляешься? Если у тебя есть время, сходи к Ветреному водопаду. Это красивое место, к северу отсюда. Пролететь сквозь облака и найдешь его. О, ладно. Может, там, кстати, Крабиостров найдем? Есть еще такое достижение. Так, на север, сквозь облака. Ветреный водопад. Так, где Ветреный водопад? Вот это, наверное, я так полагаю, да? Потому что там еще храм находится. О! Надо, наверное, еще поискать... Тут есть какой-то Крабиостров. Я не уверен, что это такое, но... Любопытно самому. Если тут есть духи, надо посмотреть. Ну, духов что-то я тут не вижу. Только вот водопад и все. О! А вот это я не читал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот это я сейчас заметил только-только. Как запрятали-то? Джон, да ты чудо. В начале была спящая. Она дремала в холодной вечности. И все сущее прояснилось ей. Ну, это мы видели в других записях. Приснилось завесой. То, что за завесой приснился творец. Весь мир, который так похож на воспоминания о доме. Творец танцевал в этом мире. Он выдыхал облака. И еще он пролетел... Проропел солнце и луну. А, смотри, это вроде было. Танцуя в облаках, он сделал четыре шага, которые воплотили земли с севера, запада, юга и востока. Он поднял горы и наполнил моря водой из облаков. А из земли и воды он создал животных, населив им море и сушу. Из звезды пыли он сделал богов, чтобы они ходили по миру и приглядывались за ним. Ну да, это я вот читал. Вроде, дежави такой, знаете, возникает. Так, давайте искать тогда остров крабов. Вот здесь мы с вами были, я точно помню. Не так давно ведь пролетали. Это фламинго. И это все читали тоже. Ну, можем еще раз так быстренько пролистнуть. Потому что в прошлый раз же, вы помните, это было не совсем... Так, это я все читал. Но так вот чисто отметим, чисто отметим. Потому что в четвертом эпизоде мы здесь были. Но я не уверен, были ли мы до этого ранее. И может быть в игре это не учитывается как прочитанное, а мы это читали. Так, отлично. Интересно, где здесь еще остров крабов может быть? Наверное, вот там. Нам на запад. Так, давай, Эрин, ускоряемся. Свободное падение. Ветреный водопад. Ну вот, подожди. А это был не ветреный водопад? О, вот тут что-то есть. А, это вот это ветреный водопад. Так, тут какие-то призраки есть, парочка. Не помню, были ли они у нас или нет. Взрослые говорят, что земля разрывается на часть. Причем во всех местах. Вот рассказывать о таком, мне страшно. Ну, в принципе, логично. Я могу понять его. Скажу, что ему страшно. Вот там, по-моему, это и есть ветреный водопад. Так, вот в этой зоне я, по-моему, еще ни разу не был. Да, мы здесь пролетали как-то, но я не реагировал на нее особо. Видимо, из-за того, что у меня... О! Статуя Дельфина. Давайте посмотрим. Амбрелла! Ну, наш логотип. Во-во-во, видите, наше. Так. И нам уже молится. Здорово. Амбрелла Тэч Инк уже здесь молится. Все, мы стали местными богами. Народ, можем расходиться. Мы стали местным божеством. Так. Кто-нибудь видит крабов? Я пока вижу только острова. Но ничего более. Так, еще одна башня. О! А вы у нас кто? Наверх! Положим... А! Это уже было. Это мы точно видели с вами, значит, в самом первом эпизоде еще. Так. А теперь надо активировать еще вторую точку. И там еще вдалеке находится еще один храмушек. Один даже лобишник себе разбил. Забавно. Еще один логотип Амбреллы. Либо Амбреллы, либо Дхарменишетив. Хотя, учитывая местную атмосферу игры, я, наверное, все-таки скажу, что скорее всего это не наш. Может и наш логотип, я не отрицаю. У нас только проекта все было. Это скорее всего Дхарменишетив из Лоста. Ну, в бо... Психоделик это и их дух, скорее. Психоделик это больше по ним, чем по нам. Хотя, у нас такие тоже проекты были. Ладно, давайте займем сюда, посмотрим. Что тут у нас? Ну, это скорее всего спасение только Духохранителя, я полагаю. Ну, потому что реально, здесь запечатанный замок. Там, скорее всего, Духохранитель сидел. Лиса-то она жила себе, жила, бегала-бегала. Лань была заперта. Медведь в спячке, понятное дело. Кит тоже заперт. Щелочка великая была заперта. Скорее всего, учитывая, что было исследовано убежище. То есть исследовано. Я только пришел. Я только пришел, а еще ничего не исследовал. О чем вы мне тут говорите? Так, давайте пока осмотримся. Что-то мне не нравится все это дело. Ни пометок, ни отметок. Ну, учитывая, да, это, скорее всего, освобождение очередного Духа. Так, не совсем понял. Это, скорее всего, положение знака, я так полагаю. Так, стоп. Вот. Дайте я посмотрю-ка. Чисто из любопытства. Ну да, логотип Амбрелла. Идхармонишки вместе взятых. А! Тут был пароль. А я чисто наугадку. А, и все? Чисто вот так взять ключ? Нет, я-то не возражаю, но... Нормально ли это будет? Ну ладно, допустим, пусть будет. Допустим, пусть будет. Хм, может, сфоткать тоже, как вариант. Ну, красиво смотрится, конечно, но, наверное, с ключом был бы лучше. Ну, ладно. Ключик забрали. Я, кстати, не вижу, что там-то лиса была. Она сейчас, наверное, только-только прибежит, я вам говорю. Может, она заберет все наши ключи. Кто знает. Интересно, где здесь корабль и остров? Ни разу не видел. О, говорю. Стоит, ждет. Привет. Привет, страница. Ты просто сбилась с пути, или же ждешь неповоротливого спутника? Честно говоря, я ждал тебя. Кажется, его имя Мэдвин. Такой медлительный, хотя и оборотень, зато очень умный. Знаешь, что ты нашла? Это свет. И это ключ. Он приведет тебя в сумерки между рассветом и закатом. Серьезно? Только сейчас я что сказать. К югу-западу отсюда есть храм с силуэтом заходящего солнца. Там ты найдешь ответы на свои вопросы. Вперед, птица! Быстрее, чем Мэдвин! К югу-западу... А, игра сюда я сейчас дынусь в любом случае. Секреты там в глубине. Спроси совета у того, кто дремлет. К югу-западу... Спасибо! Направление сразу подсказал. Подождите. А, ну да! Мы чуть выше, а храмик находится чуть южнее. Чем ниже. Там же не стандартная форма же у карты. Она же не 50 на 50. Она же немножко расколота. Сделана локация. Что, кстати, в принципе-то хорошо. Хорошо, то есть она дает тонус движения. Так. Может, заодно корабль и остров найдем. Вот там, кстати, какой-то островок летает. Надо быть повнимательнее. Может быть, сейчас найду какой-нибудь корабль и остров. Может быть, это вот это. А может быть, не он. Вон тут еще парочка островков. Надо все осмотреть. Никогда не знаешь, где какой островок может оказаться корабль. Так, ну это я на си... О, вот здесь, по-моему, я еще не читал ничего. Ну-ка, давай-ка разворачиваемся. Да-да-да-да, не то! Я просто не помню, читали бы мы вот эту столу или нет. О, это похоже на палец. Но духи иногда уходят. Споем же о том, что сказал Междеревьев о ее коричневых лапах. Не играя ей больше в суще тени, не смеется с друзьями. Ушла она во тьму навсегда. Она скачет между звездами идея, путя богов и вечность. Вославим же танец, начало его и конец. Споем о том, что речит в травах саванны, о том, кто ревом своим призывает и солнце, и ветер. Больше не мчаться ему дикими лошадьми, не охотится на лебедей в камышах, растущих у берега озера. Ныне он рычит во тьме. Между явьюсь сном, голосом не забываем, приветствуем звезды, стихая лишь на рассвете. Понятно все с вами. Так, так тоже поставлю на всякий случай. Я-то потом забуду, что уже первые 20 минут прошли. Ну, теория, на то у нас немножко подзависла программка-то. Итак, сейчас быстро-ка сюда прилечу. Ну, здесь уже зима. А, это... Ну, да, это рук. А, это статуя вот этого... Бога имбецилов. О! А вот на это я не видел, по-моему. Как это новенькое место. Или тоже здесь были? Хотя и такое место бы... А, не, по-моему, я тут был. Ну-ка, дайте посмотрю. Пора с гинфактом в лицо. Бог-король здесь. Лучше склониться перед ним, чем остаться без головы. Вроде было. А, тут два постамента. Так, я не знаю, было ли на них что-то. Так, вот этот пустой. И второй тоже пустой. Да, я тут, по-моему, был, значит, все-таки. Ну, да, я бы такое место бы не упустил бы. Слишком странное место, чтобы его упускать. О! Зараза! Да, кажется, это... Мажут постоянно. Странно. Холод дошел даже до юга. Это плохо. Да почему? Зима пришла нормально. Подготовились. Там, под... Запасы сделали. Все хорошо будет. Так. Давайте пока ускоримся. Может, сейчас все-таки кровиосов в золу найдем. Я не знаю, где он находится, но... Он же должен быть. Там должна быть, наверное, вода. Крабы. Так. Начало. Разворот. В этих великих озерах живет водяной дух рыба. Дух из земли богов. А тут детишки сидят. В общем, это... Уроки этиологии. Точнее, теологии. Там внизу, по-моему, тоже есть духи. Казалось. Тут только птица. А, это птица была? Ну ладно. Ладно, идемте на... На юго-запад. Может, найдем, может... О. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Развернись, развернись, развернись. Отец, такие ответы ты хочешь найти в этих разрушенных краях. Хороший вопрос. Ну, это не похоже на крабио-стоп. Ладно. А вот это вот очень похоже на гигантский алтарь. Давайте туда. А, и вон там еще какой-то остров клетает. Давайте на него зайдем. Где-то... А, это... Сумерочное озеро. Ясно. О. Тут кто у нас? Эй, ты только посмотри, сколько воды. Да, воды много. Можно устроить бассейн. Да, в принципе, он и есть уже. Кстати, опять же... Символ Амбреллы. А, кстати, реально, это же наш символ. Ну ладно, не наш... Это, скорее, сочетание с хармониш этих. Так, больше, чем открывать. Давайте взглянем. Потому что я помню, мы сюда в самом начале проинтально... Уже подзабыл. Может быть, были какие-то диалоги. Может быть, их и не было. Нет, только семьи бегут плавать. Ладно, давайте. Открываем бассейн. Бассейн открыт. Айдон, поднимется. А, это и должно подняться. Смотрите, здесь даже механизм есть для этого. Почему-то это должно... Мне кажется, что это должно подниматься. Видите, вот эти вот, ну, жбалки же не просто так сделаны. А я думал, мы спускаться будем спокойно, постепенно. Тут прогрузка, что ли, должна быть? Я думал, чисто спускаться сами будем. Ну, знаете, как виталия... Хотя, кстати, опять же, если так посмотреть... Обратите внимание, что опять же тут карманное измерение какое-то появляется. Интересно, это никак не сказывается на размерах и всем прочем. На миду в раках вселенной. Нет каких-то там пространственных коллапсов. О. А это хотел бы посмотреть. Ну, там, в принципе, конечно, понятно, что какие-то деревья и всякие прочие, но все же. Сумеречный приют. Получилось! А что получилось? Это же чисто вода. Или у них получился открыть бассейн общественный? Здесь мы в безопасности. Но не уверен. Судя по всему, здесь скорее вы помрете от утопления. Что-то мне кажется. Но вполне все может быть. Да, здесь уже была дерьмовая инфраструктура. Да, видите, они как карабкаются и лазают. Да, инфраструктура реально дерьмовая была. Так. Видите, там целый каскад ледишек. Сумеречная охранительница открыла глаза на свет солнца и луны, сияющих вместе. Она села и взяла их в небесной ладони, создавая гармонию между светом и тенью. Правой рукой она выпускает солнце, чтобы побуждать людей ото сна. Левой рукой она поднимает луну в ночное небо, чтобы люди спали и видели сны. Она ритм времени. Пульс самого сердца мира, дыхание, жизнь и порядка. Это же замучиться можно. Такой ритм постоянно соблюдать. Ну, это реально замучиться можно. Я полагаю, точно такая же листится по другую сторону. Скамеечки. Ну, барышня должна хотя бы отметить, что знала толку в удобстве. Жаль, здесь много чего обрушено, конечно. Но амбрелла теперь здесь. Это мне нравится. Амбрелла это хармонишечка. Может совместный когда-то наш проект был. Ух ты. А это что за? Какой-то красный флаг. Так, все. Это амбрелла. Если здесь уже красные знамения, то все это значит наша. Ну, вот хармониш всегда все белое было. У них не было ничего красного. Даже станция маяк. О, подождите. А, это... А, цитлички. Я думал, это люди. О! Рыбки. Мило. Раздувают огонь. Пещеры в закрытом помещении. Нет, конечно, это правильно. Как бы обогревать-то тоже все нужно, но... Так, мне полагают туда. Давайте тогда здесь пока... Или мне туда. С ума сойдешь, не поймешь. Так. Слушай, из этого песню можно сделать какую-то, я даже думаю. Я не знаю, куда мне идти. То мне туда, то мне сюда. Может, тогда мне вниз пока пойти? Потому что чую наверху, что-то будет не то. Ну, там даже, опять же, логотипы. Амбрелла Тэчингер Парит. И здесь еще отделение. Давайте тогда сначала вниз пойдем. Хотя, именно вниз-то они нас все ведут-то обычно. То есть, люди, видишь, идут, показывают туда, куда надо идти. А тут прям такая разношерстная локация. То есть, получается, она должна была быть первой у нас, по сути, по логике-то. А, здесь сокрыто. То есть, мне надо побыть, видимо, во всех местах. И все это активировать. Это, видимо, знаете, как с тем мостом было у великого кита. Наутилуса, пампилуса, местного. Капитана Немовского. Вот то же самое. Надо будет пройтись. О! Там какой-то проход сверху еще. Заметьте, вот здесь вот. Там надо будет пропрыгать. Да. Давай тогда я пока вниз спущусь. Думаю, ничего страшного не будет. Если там завал, ну, прекрасно. Проблем нет. Вода уходит сюда. Я пойду сначала по воде. Да. О. А, стоп. Ясно. А, они реагируют вне зависимости от того, хочу я что-то делать или нет. Какой приятный... А это, получается, кстати, тоже статуя кары? Вот так вот она... О! Срез. Ну да, я срез открыл. О, и там тоже кто-то есть. Ну, отлично. Будет что почитать. Я так полагаю, я здесь найду остров крабов. Учитывая, сколько здесь воды, здесь должна была быть еще пищевая инфраструктура. Не удивлюсь этому. Так. Тут даже, заметьте, шлюзы для ввода-отведения есть. И тоннели целые. Может, не получится туда-туда допрыгнуть. Да, это полноценная система. Слушай, это как сабнафтика теперь становится, похоже. О, кто-то нашел. Здесь должны водиться крысы или еще какие-то звери. Грибы уже поперек горла стоят. Привет, крыска. Тебя тут ищут. Грызунчик, смотрите. Милый грызунчик. Иродия, да? Он вот тут в воде роется, а крыса у него буквально за спиной. Нет, ты понимаешь, это, конечно, воспоминание прошлого, но... Забавно же все равно. Как ни крути. Как уже человек, которого достали грибы, ищет мясо. А мясо буквально через сто лет за ним стоит. Ну, конечно, через сто лет, но все же стоит. Так. Ага. А, то есть альтернативный путь, да, такой получается? Привет, птички. Как отдыхаете? Потом туда спустимся и посмотрим на каждой из вершин. Так, это ворота луны. Ой, смотри, как он так разлегся, вот так он читает. Это явно была девушка. Так. Когда мир был юн, и творец создал землю, животные духи собрались на беседу. И лис сказал, я видел новых животных. У них по две ноги. Сапля спросила, это птицы? Лис покачал головой и ответил, у них нет крыльев. Обезьян сказала, я тоже их видел. Подожди, тут был дух обезьян. У них нет меха. Да и лазать по веткам они почти не умеют. Сова сказала, они боятся темноты и отгоняют ее огнем. Выдра сказал. Тут и выдра есть. Ладно, сова я еще слышал про нее. Несколько раз писали. Они строят гнезда на земле. Но сидят там не все время. Лань сказала, они шумят и не умеют тихо ходить по лесу. Ну уж изведите, чего хотите. Такие соседи. Медведь сказал, вот медведь мы знаем. Они как детеныши, которые забыли дорогу домой. Лис, склонив голову, и ответил. Да, поэтому мы должны помочь. Какой добрый лисик. Помочь? Удивились остальные животные. Да, ответила лис. Они потерялись бесконечности. Им страшно. Им нужно обрести опору. Или они навредят себе, земле и нам. Продолжил лис. Что ты предлагаешь? Спросил заяц. Вот тут и заяц был. Я предлагаю пакт. Знаю я один пакт от полкомиксов. Двух экземпляров. Шикарный, кстати. Жалко, что в реальности нельзя такое выплатить. Я бы выплатил бы. Если кто-то из них может говорить с нами, мы свяжем его с этой землей. Лис продолжил. Если он согласится, то сможет принимать форму одного из нас. Того, с кем заключен пакт. И станет един с землей и сможет видеть за пределы завесы. И будет вести и охранять своих людей. И станет между ними. Сказал лис. Прочие животные узрели мудрость в его словах и согласились. Так некоторые люди стали едины с этим миром. Избранных назвали шепчущими. Ну, то есть, те, кто может обращаться, то есть оборотни, они стали местными шептунами. Так, стоп. Тут, наверное, еще как... Ну, вот это, полагаю, выход с одной стороны, а там... Выходы с другой, да? Походу, да. Я сейчас здесь посмотрю. Только рыбки плавают. А, это общая система консолидации. А, стоп. Это в нескольких направлениях работает. Ясно. Так, кажется, я начинаю понимать. То есть, четверть... Вот. Все, запустили. Опять же, это, я смотрю, все изображение кары везде. Жабки, лягушки. Ну, в общем, это все по пути, это все по пути. В общем, я... Словно в старом доме в Раккун-Сити хожу. Кстати, конвенционная система даже очень напоминает. Может, все-таки, наверное, все-таки-то Амбрелла сделала здесь все. Ну, слишком все похоже. Так. М-м-м. Да, там есть, конечно, другие проходы. Я думаю, мы до них тоже доберемся. Так, ну слушайте, у храма воды, кстати, очень большой храм. Даже у кита поменьше был. Реально, у кита был какой-то такой компактный бункер, я бы сказал. А эти прям зажрались. А, вот тут дыра есть, отлично. Дыра в канализацию. Тут вся канализационная система. Кажется, дверь заперта, уже много веков. Интересно, осталось ли хоть что-то с той стороны? Да, любопытство не пару, как говорится, да? Вот там внизу тоже люди были, я что-то не обратил внимания. А я смогу как-то потом забраться отсюда, оттуда? Меня любопытно, потому что вот там внизу люди-то есть. А там есть каналы. Я спущусь сейчас, и даже если это нам повредит, я хотя бы посмотрю, что это будет. Мне реально интересно, только сейчас заметил их. Клянусь, это была крыса, там так хочется мяса. Они крысы ищут. Стали бы духом крысы, съели бы друг друга. Чё бы нет-то. Да, тут целый прямо... Это он. Этого завалило. А, да, всё правильно. Да-да-да-да-да. Это вы... Вот понятно, почему я сюда не могу зайти, потому что здесь был завал, я не могу допрыгнуть. Всё. А, и она автоматически будет перестраиваться под меня. Ну, слушайте, вообще прекрасно. То есть, когда я буду здесь, она просто перестроится, и мне надо будет сразу... То есть, мне надо же с выключателями работать. Автоматика. Прямо какая-то Атлантида получается, кстати. Ну, мы тут же всё пробегали, так что... Пару минут. Я так полагаю, эпизод выйдет длинным, конечно, но... Изучение вот этого храмика реально интересно. Запишем. Пройдём, осмотрим. Так. Но мне всё равно любопытно, есть тут крабовый остров или нет. Ты открываешься одновременно или... Ань, каждый раз надо активировать, ясно. Каждый раз тебя надо активировать. Ну, слушайте, это реально какая-то Атлантида. Вот так даже есть, посмотрите. Даже вот Старгейт есть. Со шевроном, кстати. Прошу заметить. Звёздные врата. Атлантида. Кстати, это самый лучший сериал, мне кажется. Даже первый Старгейт ужасен. А вот именно Атлантида мне очень нравится. Ну, там, конечно, из-за доктора Родни Макея, но... Всё равно считается же. Угу. Угу. Атлантида. Уси закричала, противясь наступлению тёмной бездны. И проснулась. Три дня я не могла говорить и немедленно отправилась в древние храмы. Если всё, что я видела, правда, то боги живы. Им нужна наша помощь, так же, как и нам их участие. Так, а тут у нас... Я кара с Громовых островов. Мне прояснился странный сон, которым я хочу поделиться со всеми возможными, кто другой тоже поймёт его. Я пришла изучать священные тексты в маяк, который стоит на земле богов. Я хотела понять то, что осталось нам от предков. Когда я коснулась рун, то внезапно почувствовала, что на мои глаза легла тёплая рука. На мои глаза легла тёплая рука. Я упала на священный камень и заснула. Во сне я увидела, как камень, на котором я лежала, засветился. И этот свет стал лестницей, ведущей в звёздное небо. Далеко вверху появилось золотистое сияние, которое начало приближаться ко мне. С неба спустили звёзды и превратились в фигуру, сотканную из музыки, печальную и нежную. А потом уже вторая часть вот эта. То есть слева направо здесь всё читать. Хорошо. Далее надо будет открыть второй мост, и тогда откроется вот этот. Ну слушай, тут получается много чего ещё делать надо тогда, выходит-то. А там я вроде буду. Я не открыл? Ладно, давайте-то почитаем тогда тех, кто был в других зонах. А, я, наверное, снизу шёл и вот здесь открыл проход. Да-да-да, я не заходил в другую сторону. Я ещё не заходил в неё. Так, а, ты просто сидишь и смотришь. А, ну правильно, у тебя тут свой домик на дереве. И чё тебе ещё надо для счастья? Они тут сделали себе прямо убежище. Палатки древние. Нет, мы откроем сегодня с вами по-любому этот храм. Полностью. У меня есть, конечно, желание сейчас на полпути прерываться, но... Не вижу смысла, строго говоря. Он-то там буквально вторую половину изучить. Да, он большой, но тут немного, я только смотрю, осталось-то. Сказал я, и мне сказали. Активируй ещё три кнопочки, пожалуйста, помимо этой. Разработчики с юморком оказались. Человек упал. Мы нашли труп. Мило. Ну я и сауна не допрыгну. Значит, надо сказать альтернативный маршрут. Но, зато мы труп нашли. Так, тут не допрыгну. Где-то должен быть подъём. Ну, адекватно имеется в виду. Вот он. Бабочки. А, ну тут, в принципе-то, пометки-то стоят. Этот труп доставал. Вторая. Пока идём по порядку. Хотя, зачем так заморачивались они с этими кнопками? Не пойму. Ну ладно. Опять! Вы мне сказали. Ань, давай тебе ещё добавим. Ты так хорошо проходишь. Какие вежливые люди. Так. Есть. Как раз 30 минут прошло. Ну, я думаю, давайте ещё 15 возьмём. Нормально будет. Ну, я стараюсь как-то вот временные рамки удерживаться. Так. Я вон тут только ещё не активировал. Да, последняя осталась, по сути. Так торжественно. Забавно. Реально торжественно. Эй, ты не закрывайся мне тут. Хотел закрыть прям перед бусом. А, кстати, а вот тут что-нибудь есть? Обычно такие завалы в таких местах всегда что-нибудь запрятаны. Вот сразу вспоминаю сабнафтику. Не знаю, почему. Вот именно вторую часть. Там, помните, когда мы лазали по разным заколочкам? Чё только не находили. Ау! Ну вот, молодец. Так, достанька ещё раз. Полезли. Хорошо, хорошо мы хоть не разбились-то. Кстати, это, наверное, кстати, объясняет, почему вот двух птиц и паломники. Они же, когда прыгают, они, по сути, имеют такую сообразную воздушную подушку. То есть не разобьются в каких случаях. Остальные, наверное, разбивались постоянно. Поэтому им запретили. Со словами «Вы неуклюжие идиоты, пожалуйста, не идите по паломникам». Пусть местные аватаранги этим занимаются. Только не говорите, что ещё какую-то головоломку надо сейчас разгадывать. Но как-то много на одну подсистему. А, нет! Две гигантские руки. Так, дай-ка я сначала засниму тебя на фоне логотипа Памбреллы. О, крылатые! О! Пафос высшего уровня! У нас крылья из каменных рук на фоне нашего логотипа. Всё, идеально. Добрый день! Подойди, птичка! Дашь мне яичко? Когда-то люди называли меня сумеречной охранительницей. Я охраняю границу и помогаю странникам перемещаться между закатом и рассветом, между сном и явью. Я несу свою стражу самого великого разрыва с тех пор, как жрица Кара привела свой народ в мой храм. С давних пор я ждала этого момента, я слабею, но отданная мне сила привязывает меня к этому миру. Как ты можешь быть тогда слабой, если у тебя есть сила? Я не понимаю логики. Слушай внимательно, птичка. Возвращайся к маяку на юго-востоке в свою деревню. Объедини все три части. Твой путь больше мне не виден, птичка. Впереди пустота. Но время не ждёт. Нужно пробить великую тварь, которую я не успел прочитать. Надеюсь, вы успели. раздавила себя в лепёшку. Кит испарился. Щёлочка сожглась свой манускрипт и упала. Здрасте. О, кстати, форму приобрела. Раз прям. Всё уничтожил опять. Ну ладно. Отправляемся наверх. Людские небеса. Пройти сумеречный приют. Сейчас, наверное, мир превратится в полную задницу, да? Там же уже приобрела эта гигантская жаба. Жаба жадность. Бездна, безграничные запросы. Слушай, а вот никак это смысл не находите? Мне кажется, разработчики всё-таки из русскоговорящих стран. Ну, слишком много схожестей. Слишком много схожестей. Так. О! Бля! Что? Что за... Что это такое? Чёрные камни? Так, теперь я понял, о каких чёрных камнях они все тут болтали. Вот об этих. Ладно, давайте пока на этом с вами на сегодня закончим. Давайте где-нибудь тут... А, можем прямо здесь остановиться. Да я думаю, они нам не опасны, эти камешки-то. Ну... В конце концов, бездна тоже что-то... Кстати, только вот жалко тех, кто был уже на самом озере. Они же, по сути-то, теперь их воспоминания закопаны в этих камнях. А так, в принципе-то, все идут. Такой хороший бассейн был. О, загадили. Что ж, ребята, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Ставим лайки этому пятому эпизоду. Смотрим предыдущие эпизоды. Ссылочки на плейлист будут в описании. Ну и в конце ролика будет заставка с плейлистом. ссылочкой и на свежие последние видео. А также, ребят, спасибо всем, кто пишет комментарии, еще раз скажу, потому что это реально помогает развитию канала, продвигать видео. Буду всем очень признателен. Не стесняйтесь, спрашивайтесь вдруг, что непонятно, напишу в комментариях вам тоже ответ. Всегда. Ну а с вами был Вескер, Амбрел Тачинг. До скорости встречи. Увидимся с вами каждую субботу в формате геймплейных роликов у нас 12 часов выходит. Буду всем очень рад. Ну и не забывайте про наши стримы, которые проходят остальные дни недели. Удачи! Слушай, это знак победы, что ли, она сделала такую, да? Викторик. Че, бездну знает, как быть по Черчиллю.